Так удивительно, так удивительно то, что происходит в моей жизни. Это так удивительно и непривычно. Удивительно читать такие книги и иметь неспособность двигаться дальше и замирать. На этих строках. It is very unusual what now is happening in my life. It's very unusual to read such kind of books and to feel that I am incapable to move. I am stuck in these books and I cannot move. And it's very unusual for me. И раз за разом ты читаешь эти строки и поглощаясь образами, которые в них отражены, которые в них запечатлены, погружаясь в образы, которые запечатлены в этих словах. Тебя охватывает состояние, это состояние, которое они пытаются тебе передать. Анандас Бабаджи Махараджи. Паббаданандас Арасвати. Те образы, в которых заключено чувство. Образы, в которых заключено чувство. Они пытаются тебе его передать. И когда вы читаете эти книги, вы чувствуете, что behind the words, вы чувствуете certain images. And you are diving deep in these images, in which Shila Ananta, Das Babaji, Махараджи, and Shiprabadhananda, Sarasvati, they put the feelings inside these images behind the words. Я чувствую себя алкоголиком. Я чувствую себя как алкоголик. Среди других алкоголиков. Among other алкоголиков. Собрались пьяницы. Собрались пьяницы. Павелый мир. Все мусы и сунити происходит. Собрались пьяницы. Никто не ослабляет пьяницы. Городев говорит, что в сунити, говорит, всех собрала на зумы. Меня тоже прославляет. Говорит, что это мои такие усилия, попытки. На самом деле он все организовал. Все мои попытки венчивались нулем. Сегодняшняя моя попытка, даже не попытка, а сегодняшнее мое участие, сегодняшнее мое участие, его мотив удивительный. Сегодняшний мотив моего участия удивительный. Я просто принес то, что не могу выпить сам. Так много этого. Я пью и не могу выпить это. И поэтому принес, чтобы мы все выпили наконец. Может быть получится испить сладость этого черпака, этого стиха, этой емкости. Но мне кажется, что эта емкость расширяется по мере того, сколько человек из нее черпает. Амудар Пирабуи сказал, что сегодняшний мотив, о том, что он пришел, что он пытается пить из какой-то контейнер, но он не может. Поэтому он пытается пить этот контейнер, с этим нектаром, для общения с всеми. И это невероятно, что этот контейнер grows больше и больше. depends on who is drinking from this container. Не буду больше отвлекать ваше внимание и начнем распитие. Начнем распитие и сладость. Let's start drinking. No more this beginning. Почему я выбрал этот стих? Потому что я не могу оторваться от него и двинуться дальше. Why I have chosen this particular verse? Because I stuck in this verse and I cannot move further. И работает не понятийное основание моей жизни, а что-то более существенное. Работает какая-то чувственность во мне. И именно эта чувственность сейчас попытается снова вернуть в эту сладость. And this sensuality, we'll try now, I will try to reveal this sensuality in this verse. Стих 163. Verse 163. Продолжение следует... Продолжение следует... вскnous на посадкахete. Когда же... ... когда же я... ... когда же я погружусь ...в поток небесной ганги ... Любовных игр расика изумительной, нежной и изящной формы Ширадхи. Когда же я погружусь в поток небесной ганги, любовных игр Расика, изумительной, нежной и изящной формы Ширадхи? Глаза которой подвижны, а лицо насмехается над сиянием миллионов лун. Глаза которой подвижны, а лицо насмехается над сиянием миллионов лун. И каждая часть тела которой является океаном очень сладкой, блаженной и великой славы. Каждая часть тела которой является океаном очень сладкой, блаженной и великой славы. whose every limb is a notion of very sweet, blissful, great fame. Этот образ, этот образ миллионов океанов, образ миллионов океанов, которые таятся в каждой частичке трансцендентного тела Шири Мати Радвики, он захватил меня. Этот образ потока, потока миллионов океанов. И каждый океан обладает особенной способностью захватывать целиком внимание Шимасундары. И он не может испить до конца глубины этого океана. Океана, каждая частичка, каждая частичка Кая, Радикай. Это каждая частичка Шимати Радвики, каждая часть тела подобна океану, бескрайнему океану, в котором тонет разум Шимасундары. Тонет его представление о себе, о жизни. И как вчера вечером Гавранга Сундара говорил, Без попытки понять, без попытки понять, просто почувствовать, почувствовать этот невероятный поток из океанов, поток из океанов. Это ганга, состоящая из океанов, из бесконечного количества, из миллионов океанов сладостей. И вчера, на Коащем Зуме, Гавранга Сундара сказал, что вы не должны пытаться понять это, но вы должны чувствовать это стрем, который состоит из миллионов океанов. Это как ганга, который состоит из этих стремов, и каждый стрем является уникальным океаном. Напрямую взаимодействует с этими образами, передающими чувства. Ведь по ту сторону этой книги находится обнажённое чувство Прабхадхананды Сарасвати. И это обнажённое чувство, он пытается передать нам. Пытается передать суть своей жизни. И это то, что он попытался заключить, эту суть жизни своей он заключил в образы. И мы, воспринимая эти образы, прикасаемся к той сути, к сути его жизни, которую он пытается до нас донести. Поэтому без попытки понять, без разума, без ума, без разума, просто погрузиться вот в эти образы, погрузиться в этот поток, в котором сейчас находится разум Прабхадхананды. Его разум захвачен этим потоком славы, этим потоком славы, которую он не способен написать. Славы Шриматиратики. И вот в эти образы, в этот поток, в этот поток сладости, где слава замирает, сама слава замирает в неспособности описать славу. Сама слава замирает в неспособности описать славу Шриматиратики. И вот это замирание, есть суть того, что передается. Это суть, неспособность, неспособность выразить, неспособность выразить. Но не от того, что ты потерял способность, а от того, что то, что ты хочешь выразить, выразить невозможно. Когда же я, когда же я гружусь в поток небесной ганги, любовных игр Расика, изумительной, изумительной, нежной и изящной формы Шри Радхи? Когда это произойдет лично со мной, когда во мне проснется жажда этого погружения, когда я наконец смогу воспринять милость Гуру Девы и погрузиться в этот поток? Когда мои глаза утонут в этом образе? Когда все мои чувства растворятся в этом образе? Когда я опьянею от этого аромата? Когда сладость ее тела растворит мое сознание? Когда the sweetness of her limbs will fade my consciousness? Когда звук ее голоса сведет меня с ума? А от взгляда ее мельком брошенного на меня я потеряю сознание? When will I lose all my senses and faith when Radhika will look at me with her side-long glance? Когда произойдет это? Когда? 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 Когда Радхика обнимет меня? Когда Радхика обнимет меня? Это настолько невозможно и настолько желанно. Это кажется невозможным. Это кажется невозможным. Но это настолько желанно. И Гуру Дев говорит, что это возможно. И Гуру Дев говорит, что это возможно. Я верю ему. И я верю ему. И я верю ему. И я верю ему. И эта сладость, в которую погружается мое сознание, она является доказательством. Вот эта сладость, в которую я проживаю, сладость, которую я ощущаю, пусть даже в очень растворенном, очень разжиженном, очень размытом состоянии. Очень размытом, очень далеком, приближенном, очень-очень далеком, приближенном состоянии. Это состояние убеждает меня с каждым днем, с каждым днем все больше и больше. Что это возможно. Что это возможно. Что это возможно. Эта ситуация и эти ощущения, они проявляют для меня. День за день я уверена больше и больше, что это возможно, и этот день будет у меня один день. Давайте перейдем к комментарию Анантадаса Бабаджи, в котором скрыто очень и очень много блаженной сладости. Глава о Махарасе Шримад Бхагаваты начинается со слов Шри Бадарай Нирувача Шри Шукадеба сказал. Об этом написано в комментарии Вайшнава Тоши. В начале описания наиболее сокровенной игры Раса Лилы повествователь Шри Шука назван Шри Бадарай Нирувача Шри Бадарай Нирувача Шри Шукадеба. Это указывает на то, что Всеведущий Господь Вьясадева совершал суровое покаяние в Бадарикашраме для поклонения Господу Кришне. В результате которых он получил очень аскетичного сына по имени Шри Шукадеба. Из этого Шукадебу иногда называют Шри Бадарай Нирувача Шри Бадарай Нирувача Шри Бадарай Нирувача Шукадеба. And His, Шукас, Omniscience, and His love of God are self-evident. Здесь мы видим, как Анантадас Бабаджи говорит о главном событии в жизни Весадевы. Его главным сокровищем, сокровищем его жизни, который дороже ему собственной жизни, является его сын. The true treasure of his life is his son, who is dear to him more than his life. Сын, который способен исполнить желание его жизни. This son, this son who is able to fulfill the aim of life of his father, of Shivya Sadeva. Рассказать Шримад Бхагаватами. Поведать миру Шримад Бхагаватами. Потому что Шука, Шукадева Госвами, может передать вкус. Он способен передать образы духовного мира. И главное, он может передать отношение к главному событию духовного мира. Любви Шримад Бхагаватами. И вот Весадева не способен был передать это. А его сын был способен сделать это и завершил миссию, выполнил миссию своего отца. Он передал образы и отношения. Причем в тайной, скрытой форме, через звук, через сокрытие, передал послание, главное послание Бхагаватам. Шукадев Госвами, he transferred through the images, the essence and the relationships of the divine. But he did it in a very hidden manner. He hid it all in sound and in images. И далее Анантадас Бабаджи продолжает раскрывать это сокровище. Так же, как повествователь повествует расалилу сердцем, очищенным любовью к Богу. Так же, как повествователь повествует расалил сердцем, очищенным любовью к Богу. То есть сам Шукадев преисполнен отношений, преисполнен любви к Шримати Ратике. Шукадева himself is over-flowed, how to say, filled up to the bottom of relationships with Ратика. И эта любовь является средством очищения аудитории. И средством передачи образа. И эта любовь является средством передачи образа. Поэтому здесь он говорит, что повествователь повествует расалилу сердцем, очищенным любовью к Богу. И аудитория должна также слушать это сердцем, очищенным преданностью. Преданностью, другими словами, захваченность состоянием другого. Захваченность этим состоянием убеждает именно состояние, убеждает состояние сознания. Всех мудрецов, которые увидели Шукадеву, пришедшим на берег Ганги, убедило состояние, состояние, его состояние сознания. И они доверились, они доверились. Они доверились этому счастью, счастью своего сердца, которое узнало повествователя Бхагаватана. И только в такой аудитории, где есть источник сознания, связанный с главным событием вечности и аудиторией, которая готова воспринимать эти образы, может происходить контакт. And only in such a condition of such a speaker and such an audience can be this true contact. Ну, я как-то кратко сказала. А, ладно, хорошо, хорошо. Если можно, прям ещё покороче, потому что я вот вашу суть пытаюсь как бы объять всю, потом теряю красоты. Хорошо, хорошо, хорошо. Слово праная в стихе относится к сокровенному виду любви. Так, это комментарий, да? Да, уже комментарий, да. Виду любви, который заставляет влюблённого считать своё тело неотличным, а тело возлюбленного. Но это единство в соответствии со Шри Вишванатха Чакраварти Падой не имеет ничего общего с имперсональным единством Брамана. Это праная раса, изумительно проявленная Шри Радикой и её подругами во время танца расы. Шиларупа Госвами пишет в своей Уджвалуни-ламане, что Чандравли и её подруги очень беспокоились о том, чтобы случайно не ударить или задеть Крышну во время танца расы с ним. Но Шри Радика и её подруги, являясь более близкими Крышне, чем Чандравли, её спутницы, не беспокоились об этом. То есть они находились в состоянии праная. И считали тело Кришны неотличным от Своего. И поэтому не боялись случайных или не случайных соприкосновений. И были полностью избавлены от страха. И погружались в это состояние, в это состояние чувственности, особенной чувственности. В материальном мире... Вопрос? О, давайте, конечно. Sure, sure. Ой, пожалуйста, пожалуйста, я... Это праная-раса, что это описано здесь, как Шри Радика и Сакхи. 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 Вопрос. Сакхи. Вопрос. Сакхи. Вопрос. пытаться развивать сначала пранаю с Гуру Девом, или что это за процесс, с кем мы должны развивать пранаю, с Радикой, или мы как Манжари должны, да, или сначала с Гуру Девом. I can repeat that? Повтори. It's about пранаю, Гуру Дев, this feeling of oneness that is explained here with Shri Mati Radhika and Mohan, and is this right, that we have to feel it first on the level between the Sadhaka and the Guru, and then from the Манжари Бафф, we slowly develop into the пранаю, with the, you know, seeing our Гуру Дев as Манжари, as Даси, and then, is it like a graduation? Can we say this? Пранаю means a play, some some gaming, love game, love talking, love exchange, love sharing, joking, smiling, the man, the Sakis are also there, the Rana Rani is there, it's like not Nivrita, Nikunja, it's Nikunja meetings, they are all together. supuesto, Dana Raniis, Nivrite Nikunja, a normal Nikunja, there are three places, Никунжа Никунжа Неврита Никунжа Неврита Никунжа Неврита Никунжа Неврита Никунжа Никунжа Неврит и Некунжа – это самые тайные покои. Кунжа – это тоже уединенное место, куда есть доступ очень-очень только близким. И это не Кунжа. А Кунжа – это как публичный холл, такой, где все собираются. Понимаете? So the pranaya is always happening with everyone. Many are there, and they are sharing their feelings, talking. Friends are also there, Radhika is also there, Manjari is also there. But everyone is relishing in a different way. Pranaya – это когда все обмениваются любовно, да? Это любовный обмен чувствами, разговорами, шутками. Там все-все присутствуют. Разные гопи и манджари. И каждый из них чувствует что-то свое. Манджари наслаждается, когда Радику прославляют. А Саки радуется, когда Кришна прославляет. А Саки радуется, когда Кришна прославляет. Танцаря – разные чувства. but my question was also is it true is it also my feeling that first I have to also practice pranay in this world that I try to feel the feelings of my gurudev and I try to make you relish first because I am not on the level to make shimati radhika relish but I am on the level that I try to perceive my gurudev as gurudevi so I try to give these feelings of meeting shimati radhika to you or go together with you to shimati radhika like when I read the books then I want that you relish a radhika guru cannot be a radhika no, dasi no, no, no very clearly guru is only can be a dasi of radhika and dasi dasi maslava who bring to the boss dasi work only to bring to the boss that is the work of the dasi yes you give a one one flower the dasi will bring to the boss you see manasad guru dasi work only to bring the mess like a messenger to bring here to there and like a panaya we also talking when we sit with the all brother and sister with the gurudev then we joking with him we are playing like a game with him he's smiling laughing he also life and smile so this is panaya panaya sharing your feeling with your heart sometimes you joke like this that there is no seniority juniority you are feeling the same way but the dasi work only to bring to the boss simple work yes and Sunita asked that I wanted to know about the gurudeva that is I understand I'm not connected with Radhika I'm not connected with Radhika I'm not able to serve her with her but with the gurudeva возможно ли это и gurudev говорит нужно прояснить очень важно уяснить один для себя пункт что gurudev никогда он не считается Radhika что он только рада-даси и он так то отдает все своему боссу своей начальнице своей госпоже если даси дать все что угодно если ей дать цветочек например она тут же Radhika этот цветок унесет и говорит праная-раса как вот она у нас здесь например выражается мы все тоже находимся вместе мы делимся с любовью здесь нет старших нет младших в этом обсуждении все делятся чувствами и это наша общая праная мы здесь тоже учимся общаться с точки зрения сердце и сердце если я очень квалифида я не медсерва я не квалифида как я могу быть сервент I have no codification, I have no good quality, I have no force in my life that I do for you. I am so fallen that still I am trying, but I cannot grow myself. My position is a dasi position and I am very low. Very low and very low place water will collect there, mercy will come there, so this is the teaching of Sraddhika. If you want love, you have to be very low to receive that love. Guru Dev, Guru Dev. She is a associate who is at the same time, they teach us how to be lowest. The teaching is the first. The teaching is the first. The teaching is the first. Гуру Дэв говорит о том, что качество, когда кто-то начинает считать себя гуру, когда Даси начинает считать себя квалифицированной, она вдруг начинает думать, во мне же столько знания, я уже опытна, то она перестаёт автоматически быть Даси, Рада Даси. То есть это невозможно находиться в настроении «я знающий, я квалифицирован, я возвышенный», тогда просто нет места этому сознанию себя как Даси, потому что Даси — это та, кто ничего не знает, та, кто полностью зависит от своей госпожи, та, кто полностью зависит от её милости, та, кто находится в самом низу. Гуру Дэв говорит, что вода всегда стекает в самый низ, в низинку там всегда скапливается самая чистая вода. Поэтому Даси всегда должна быть ученицей, всегда находиться в настроении ученицы, ученика, который ничего не знает, который только познаёт и полностью зависит от Радики. Недаром Господь Читания, первое, единственное, да, чему он учил, это тринада писуничина. Это единственное условие для того, чтобы находиться в умонастроении Рада Даси, чтобы жить в ней. Продолжение следует... Есть такая поговорка, да, Рада Даси, какой абхиман. Нужно развить в себе этот абхиман, эту гордость, да, что я Рада Даси, но какая это гордость? Это гордость, что вот я незначительная служанка, самая падшая, самая такая, да, недостойная, негодная, но у меня есть моя Радика, это вот моё сокровище, у меня должен быть такой абхиман. Рады, 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 рады. Дэн, дэн. Дэн, дэн. Дэн, дэн. Дэн, дэн. Смит, канха, баба, смит, крэйзи. Мор, мор, а не йор, да, бадара. Да, бадара, бадара. Да, бадара. Маленький вопрос, последнее, это, два слова, да, вот, мне непонятно, объясни вот это состояние, да, вот о чём мы говорили последние полчаса, да, вот это праная, вот это, это же единение, слияние, но там же есть две фазы, да, когда они одно и когда они разделяются, да, вот мне непонятно, в танце раз, то есть они разделённые были, когда, да, они танцевали, либо они вот, это и было одно, единое, да, вот эта энергия, либо они уже, знаешь, как бы поменялись телами, и вот этот момент, вопрос ещё, как, вот, как Кинкари видит вот эту, вот эту смену энергию. Я переведу. Рада Говинда is asking the question about what we have read this half an hour about pranaya, and he's saying that this pranaya has two stages. One is unity, and one is, like, when they're divided into two, also, so he wants to elaborate on this, and also in rasa dance. Do they feel united all together in one, in one pranaya, or they, like, separated in this pranaya also? That's the question. Намадар is saying that he wants the answer from the person who took part in this process, from Guru Dev, who is by his mercy, he is with us. Guru Dev, please, can you answer the question of Rada Govinda about unity in rasa dance, pranaya in rasa dance? Long answer. I see. I see. Красиво. Красиво ты вообще. Master. Рады, рады. Sorry. Rada Krishna is standing in maharasi. And manjari is meditating in rada mohana, in the center. Translate. Rada and Krishna So in, in the center, rada mohana is there, and the manjari is all there. And in the circle, sakis are standing. And in the circle, sakis are standing. And they are so happy, so happy, so happy that they forget that in the center is Rada Krishna. They are all happy with their Krishna, and they are hugging and kissing, and they are happy with Krishna. And they are happy with Krishna. And all are dancing, and happiest day, happiest moment for the sakis. Gopis, now, that my Krishna is with me, hugging, kissing, and meeting, want to be one like this. Sakis want, gopis want to be like one with Krishna. And everyone thinks he is with me, because they don't see that this. Yeah, and no, this my sakis and my gopis only see that Krishna is with me. Others have no Krishna. I am only Krishna with me. And imagine all these sakis, which, finally, their goal of their life is fulfilled. Here Krishna is standing next to her, with one with one with one. And she feels that he is only with me, only with me. And she dances with him, and shouts, and hugs him, and kisses him. And it is the greatest day of their life. How they are happy with each other. But gopis also forget. The gopis and sakis forget about center Radha and Mohan. What always they are meditating for. Because the Krishna is with him. And sakis forget about center Radha and Mohan. They forget about them. Because why, if everyone has their own Krishna, and they are already happy. So, then, Chandra Vali also. And Chandra Vali also Krishna. That they all are in the circle. And Chandra Vali has a Krishna. He cares very strongly to Krishna. My God. That today I catch you. I will never leave. To you. And he says, only with me Krishna is there. And he is. I am. I am. I am yours. Now, on what you have to care. That's it. And in this circle also dance Chandra Vali. And she has taken up Krishna and not let him. And she is so happy. And she says, Krishna, I am your, now, I am your. Now, do you care about me. Because I am completely free. And I am totally happy. This is Maharas. Right? Это Махараса, все счастливы в наивысшей степени. Это Махараса, все счастливы в наивысшей степени. Манжари смотрят только на кто-то, они не заинтересованы в Кришне, вот это Манжари Бхам. Если Вы не думаете, то Манжари Бхам. Это Манжари Бхам. Это Махараса. Sorry, Guru Dev, can you please once again say? Не dream Кришна, не панамск Кришна. Не want to think of Кришна. Then he will leave. He is inside you, man. too long you practice with him he is not straight he will not go out immediately you have to total surrender to Radha Radha Dashyam will come Radhe, Radhe Guru Bin говорит, что Manjari это те, кто они смотрят только на Радику они даже не хотят говорить имя Кришны они не хотят думать о нём потому что они полностью преданы Радике а Кришна он такой он извилистый, он сидит в нас он так долго сидел в нас что нам сложно предаться Радике потому что он так быстро и просто не выйдет из сердца и нам нужно приложить все усилия чтобы сосредоточиться на Радике чтобы Кришна вышел, чтобы стать Радудасе так я ничего не услышала Говинда Махини вы спросите его подождите вот это состояние Манджари он написывает это всё обалденно но пусть они вот знаете они же видят этот круг это же не просто весь этот танец мы обсуждаем они вот они возле Рада Мохана в состоянии Пранай вот этот момент Баба Рада Говинда он спросит Гуру Дев о Манджарии они чувствуют Пранай в Радика и Мохан то что они чувствуют потому что они чувствуют все эти танцы и Радамохан также в состоянии Пранай то что происходит вы можете увидеть что происходит с Манджари what is happening to Gopi you have to meditate you have to see what is happening to Sakhi and what is happening to Radha which bhaa you are you will see that if you are in Manjari bhaa you will see that if you are Sakhi bhaa you will see that which bhaa you are practicing you will see that Radhe Radhe Gurudev говорит что все зависит от bhaa которая которая у вас есть из этой bhaa медитируя вы сможете понять что чувствует в Манджарии а если вы в Sakhi bhaa то вы будете чувствовать то что чувствует в Sakhi поэтому главное самое это зафиксироваться в нужной вам bhaa тогда вы сможете понять что там происходит медитируя погружаясь в эти чувства в свои желанные bhaa thank you bhaa рады рады понятно 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 рады рады намадара пожалуйста у нас у нас наверное немного времени весь комментарий мы не сможем успеть читать я бы хотел тогда части донести элементы только его дамидар прабу saying that we have not so much time but he wants to complete a little bit the commentary of Shilha Nanta does Babaji so he will take some parts which he likes to complete tomorrow we have to keep for next week or what any day you can continue in any day or on the next 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 ладно хорошо good sharing on sharing говорит приходите в среду обязательно чтобы все это могли услышать она тогда с Babaji продолжает описывать свое внутреннее состояние в материальном мире река прекращает свое существование когда впадает в океан но но река Игр Ратики столь изумительна что великий океан Нектара величайшей славы of great fame сам исходит из нее comes from it из каждой части ее тела this great ocean comes from each and every part of her body body and great ocean and nectar ocean of great fame comes from each and every part of the radical body и куда бы на что бы ни падал взгляд где бы за что бы ни цеплялось внимание Шимасундары любое внимание целиком растворяло его в этом океане растворяет его в этом океане океане расы и whenever Krishna looks at this great ocean of fame is dissolving him completely куда бы он ни нырнул он теряет себя кончики пальцев танцующие украдкой брошенный взгляд из уголков глаз легкий ветерок поднятый ее полураспущенный косой слайд wind from the swinging of her braid звон ее колоколичного пояса звук ее смеха все погружает его в океан расы и он теряет себя и он теряет себя в комплекте далее вернемся к комментарию когда Шишука Муни описывает танец расы он говорит что движения гопи были легкие и быстрые танцами Шишука Муни describes the rasa dance he says that the копи's dancing steps were light but quick и что они показывали бесконечную опытность в искусстве сладкого танца их лианоподобные руки изумительно качались подобно покачивающимся на ветру листьям лиан и когда они вращались их тонкие талии почти ломались все эти движения заставляли падать их вуали и распускаться косы с распущенных волос падали гирлянды из жасмина так они проявлялись подобно олицетворениям сладости то есть сущность сладости заключенная в форме заключенной в танцующей форме which has the dancing form и все эти жесты лучше всех танцевала Шимати Ратики все эти жесты лучше всех делала Шимати Ратика поэтому она является величайшим нектарным океаном славы величайшим нектарным океаном славы даже сама слава не может описать сладость ее движений даже сама слава не способна описать сладость ее движений даже Кришна Яра Анта Нав Айя Джива Кончара даже Кришна не может найти предел ее славы То есть он приходит как Махапрабу и пытается испить этот океан пытается пытается выразить это чувство прожить это чувство но он не может найти предел этого океана потому что этот океан постоянно растет даже Кришна не может найти предел ее славы что уж говорить об обычном создании Глаза уши языки язык и ум Шимасундры Саки и Манджари были подобны рыбкам плавающим величайшим блаженстве великого океана ее славы Другими словами здесь мы видим прикосновение к Махарасе где Радика объявлена главной героиней где Радика и все наблюдают ее танец и все и все поражены этим изяществом этой способностью ее способностью выражать свои чувства в танце и их способность способность всех саки способность всех саки которые присутствовали на этом танце Махарасы их способность показалась им незначительной они почувствовали себя маленькими рыбками танцующими в блаженстве внутри этого океана Радвии я повторю слова бобы потому что они полны нектара их глаза уши языки и умы были подобны рыбкам плавающим величайшим блаженстве великого океана нектара ее славы и это слава это слава Шимати Раттики которая была явлена вот на этом танце танце Махараса который наступает после 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 танцерасы когда когда объявлены главные действующие лица главные действующие лица я не поняла немножко продолжим следующий очень важный элемент который меня тоже захватывает в комментариях Анантандаса Бабаджи суть урока для практикующих состоит в том что благодаря слушанию и воспеванию этих игр человек становится бессмертен он быстро достигает осознания своего духовного отождествления достигает высочайшей формы преданности и желания вожделения удаляются из его сердца и Дамудар Прабу saying that another very important part of this commentary is like this the next the essential lesson for the aspirants is that by hearing and chanting about these past times one becomes immortal one swiftly becomes conscious of one's spiritual identity the highest form of devotion is attained and the desire of lust is removed from the heart то есть он начинает проживать свое бессмертие непосредственно созерцая внутри себя эти картины созерцая внутри себя эти картины переводите пожалуйста this person he this immortality witnessing inside of him these scenes созерцая эти картины он переживает свое бессмертие и достигает осознания своего духовного отождествления внутри того что он наблюдает внутри этого созерцать внутри того что он созерцает witnessing these scenes inside of him his leave his immortality and he is able to reach his spiritual identity seeing inside of him and witnessing these scenes of residence достигает высочайшей формы преданности и желания желания вожделения то есть желания несвойственные его вечной форме удаляются из его сердца для меня это кажется очень важным когда не требуется в начале не требуется удалений того что ты считаешь собой в обусловленности желания живого существа в обусловленности воспринимаются им как его собственные и удаление этих желаний это сродни удаления самого себя для меня это очень очень важный потому когда человек чувствует себя conditioned для меня это очень важно что не remove ничего мы нужно добавить что но когда человек чувствует что ты должен remove что от него это как он removing part of him because now he's in condition state he feels himself like united with all of this а здесь речь идет о смене образа чувств and here it is said about the changing image the whole image because of senses и когда меняется образ чувств то отрекаться уже получается не от чего and when this changing of image happened so you should not you should not remove anything because it's now it's not existing in your true self поэтому этот путь выглядит очень естественным so this path looks so natural желанным сладким this path is very desirable very inspiring very sweet в отличие от тех путей где до возникновения духовного отождествления есть насилие над тем что ты считаешь собой in comparison with another process in which there is some violence when they say that you should remove something from you you should take out something from yourself before you reach this your true identity и далее баба об этом говорит Шиджива Госвами комментирует стих из Бхагаваты следующим образом в стихе сначала упоминается что когда достигнута высочайшая форма преданности к Богу когда достигнута высочайшая форма преданности к Богу тогда разрушается желание вожделения в сердце и here Шиджива Госвами is saying the same things he is saying comments on this verse the text first mentions that the highest form of devotion to God is attained and then that the heart's disease of lust is destroyed it shows that the devotional practice of hearing and chanting about the rasa is the most powerful sadhana это показывает что эта практика преданности слушания и воспевания о расе является наиболее могущественной садханой and that shows that this devotional practice of hearing and chanting about the rasa is the most powerful садханой из этого океана величайшей славы радики восходит ее луноподобное лицо from this nectar ocean of радика's great fame her moon-like face shines brighter than the million of moon rises лицо сияющее ярче миллионов материальных лун the face that shines brighter than the millions of material wings ее луноподобное лицо становится еще более привлекательным когда она смотрит на лотос лица своего возлюбленного her moon-like face is most beautiful when she look at her lover's lotus face а ее глаза танцуют подпрыгивая когда она танцует расу со своим возлюбленным and her eyes dance in a frisky fashion while she dances the rasa with her lover другими словами можем видеть что она ее взгляд захвачен созерцанием шимасундеры ее взгляд захвачен созерцанием его чувств что он чувствует сейчас она смотрит на него и в это время танцует in other words we can see that Radhika is captured by the feelings of her lover while she is dancing she is trying to feel what he feels just right now и от этого кажется что ее зрачки подпрыгивают на самом деле двигается ее тело а зрачки зафиксированы зафиксированы на том что чувствует он зафиксированы на сладком образе шимасундеры шрипада шрипада чей ум погружен в созерцание сладости расэшвари взволнованно молит когда же я погружусь в поток любви прекрасной нежной реки радхи когда же я погружусь в поток любви прекрасной и нежной реки радхи это очень важно с точки зрения драмы это присвоение желания когда мы захвачены героиней то мы героем произведения то мы его желания воспринимаем как свои и в данном случае героем который повествует который раскрывает свои чувства является шрипад и именно его чувства мы обязаны присвоить и его чувствуем должны создать в поток любви прекрасной нежной реки радхи с этого можно начинать свой день этим наполнять наполнять свой день что бы ты ни делал ты постоянно повторяешь эту мантру когда ты заканчиваешь свой день ложишься спать ты снова входишь в это состояние в эту мантру когда же когда когда я погружусь в поток любви прекрасной нежной реки радхи и тогда произойдет драматическое действие внутри нас как воспринимающих то что демонстрирует шрипад проснется наша личная жажда она уже не будет жаждой шрипады она будет нашей жажда от которой будет невозможно убежать никуда жажда от которой не захочется убегать никуда жажда жажда которая станет сутью и смыслом нашего существования не захочется и и однажды приоткроет тайну нашего вечного бытия не захочем и и и Дамодар Прабу is praying to Gurudev that he desires it so much in his life. Я, Дамодар, хочу этого. Я очень хочу этого. Я хочу этого брат, Китай. А можно последний брат, еще разок? Да, конечно. Конечно, конечно. He is asking to repeat the last part of the message. Шипада, чей ум погружен в созерцание сладости Расешвари, взволнованно молит. Шипада, whose mind is absorbed in beholding the sweetness of Расешвари, anxiously prays. Когда же я погружусь в поток любви прекрасной и нежной реки Радги? When can I dive into the loving streams of the lovely and tender Rada river? Той самой реки, которая состоит из миллионов океанов Расы. Взгляни! В этом лесу Кунш играет Раи Камалини. Look! In this Nikunshak forest, Раи Камалини is playing the Radha Lotus. Moving all her limbs. She is like a shoreless ocean filled with the nectar of great fame, which is sweeter than sweet. She is like a shoreless ocean filled with the nectar of great fame, which is sweeter than sweet. The luster of her moon-like face defeats many millions of material moons. Её безумно вращающиеся глаза бесподобны. Her madly rolling eyes are incomparable. Madly rolling eyes. Nежная и прекрасная принцесса Махараджа Вришабхану является самой формой трансцендентной расы. Она также наполнена той расой. Экстатическая любовь постоянно изливается из игривой реки нектарной расы, именуемой Radha. Шрипада Прабхадананда говорит, когда же, когда же я утешу своё сердце ежедневными омовениями в том изумительном потоке любви. Шрипада Прабхадананда говорит, когда же я утешу своё сердце ежедневными омовениями в том изумительном потоке любви. When will I soothe my heart by daily bathing in that powerful stream of love? Мы дошли до края комментария, у которого нет края. So we reach the end of the endless commentary. И можно снова вернуться и читать заново. And we can go back to the beginning and read again. И я не могу оторваться от него уже несколько дней и читаю только его. I'm reading this verse for several days. I cannot put myself away from this verse and from this commentary. And I'm reading on and on. Потому что для меня это очень важно. Давайте прочитаем ещё раз сам стих. И он уже прозвучит иначе совсем. Тогда же я погружусь в поток небесной ганги любовных игр расика, изумительной, нежной и изящной формы Шри Радхи, Глаза которой подвижны, лицо насмехается над сиянием миллионов лун, и каждая часть тела которой является океаном очень сладкой, блаженной и великой славы. When will I dive into the celestial Ganga stream of Rassika, love sports, of Ширадха's wonderful, tender, and gentle form, That has frisky eyes, a face mocking the splendor of millions of moons, And whose every limb is an ocean of very sweet, blissful, great fame. Gurudev, пожалуйста, благословите на то, чтобы это однажды случилось. Gurudev, please bless that this will happen one day in my life, the same feelings. Gurudev куда-то отключился, похоже, уже. Gurudev, ты откуда девочка с такими вестями, с такими драгоценностями бегаешь? Спасибо, Дамодара. И вот твое погружение вообще, знаешь, сегодня праздник сумасшествия, пошло с ума. Вот можно отвечать. Ржу с тобой прекрасно, говорит Дамодара. Я, говорит, сижу, сижу и слушаю, отключился. Потому что кушаю на саду. Хонг-канг-девотеи. Пицца. Пицца? А. Джай. Пиццу бак-то приготовили. Сегодня. Сегодня. Да. Очень хорошо. Да, вы видите? Я очень горжусь тем, что слышу, тем, что происходит. Ему очень понравилось. Благословите нас, чтобы мы доехали до вас. Дай мне капельку, капельку вот этого погружения. Ты такой не богаче вообще. Вы столько ожерелья. Дай мне поносить тебе хоть одну сережку. Вот с твоего погружения, Дамодара, с твоего погружения, да. Я тут живу у твоих стоп и вообще молю тебя, молю. Вот как бы, знаешь, погружаться, осознавать это и жить в этих играх. Знаешь, безуметь от этого масштаба, от этих океанов, от величины, да. Как ты вообще, как удивительно эти эмоции про Бадхананды, знаешь. Мне хотелось добавить, что он же в конце, это же взывание, да. Это боль сердца вселенская. И он там поет, молится и плачет. Молится и плачет, да. Спасибо Дамодарочке тебе, родной. Дамодарим ей. Спасибо. Пытаюсь служить как могу. Я сам хочу это. Джай. See you on Croatian. Zoom. Guru Dev. Спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok